Форум «Новые возможности развития бизнеса» в Кашхабском районе стал важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив в сфере бизнеса. В мероприятии приняли участие министр экономического развития Республики Адыгея Заур Шилджин, глава Кашхабского района Заур Хамирзов, управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков. Организатором данного форума выступила ПАО «Сбербанк». С приветственным словом к участникам форума обратился Заур Шилджин, отметив значимость мероприятия для дальнейшего развития района. В таком формате впервые мероприятия проводятся в Республике Адыгея, начали с Кашхабского района. Мы надеемся, что именно такой формат позволит нам дать дополнительный импульс, дополнительный толчок к развитию Кашхабского района. Потому что Кашхабский район представляет собой сочетание перспектив хороших и возможностей. Здесь в районе вот те ограничения, с которыми мы сталкиваемся, инвесторы в Республике в целом, инфраструктурные, энергетические ограничения, здесь в районе их нет. При этом все плюсы, которые есть в Республике Адыгея, они все здесь сконцентрированы. Многие из вас, может, знают, что есть индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея, в соответствии с которой Республике выделялось 5 миллиардов рублей на развитие в течение 5 лет, ну по миллиарду в год. Большая часть была направлена на социальные объекты, мы строим индустриальный парк НМ по этой же программе. И благодаря поддержке правительства Российской Федерации, Михаила Дмитриевича Мишульсина, Владимир Владимировича Путина, эту программу нам продлили еще на 6 лет. И буквально вот вчера, позавчера проводили совещание под руководством главы Республики Адыгея Морадовича Кумбилова, определяли направление поддержки, и принято было решение, что 500 миллионов будет направлено на декапитализацию фонда поддержки предпринимательства, это будут микрокредиты до 5 миллионов на 3 года, и мы сделали такой выбор, что большая часть из этих средств будет направлена на проекты инвестиционные для малого бизнеса. Заор Хамирзов также подчеркнул, что форум открывает новые перспективы для бизнеса и способствует привлечению инвестиций в район. Очень нужное мероприятие, я как глава муниципалитета считаю, что основная задача – это социально-экономическое развитие. Мы готовы к любым вашим предложениям, мы по принципу одного окна готовы ввести ваше предложение. Мы дорожим каждым инвесторам, проектов которых мы участвуем очень и очень много, мы мимо себя, ни одну бюджетную инвестицию, которая заходит в Республику Адыгея, стараемся не пропустить. У нас огромное количество проектов, почти на 3 миллиарда рублей, именно по бюджетным инвестициям. Но это бюджеты. Нам нужно развиваться и в другую сторону. Спасибо всем участникам, спасибо организаторам, спасибо принимательскому сообществу, которое здесь. Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышегов отметил основные направления работы банка и его роль в поддержке местного бизнеса. Своей стороны, как представители банков, создадим и создаем и будем создавать условия для того, чтобы введение бизнеса было максимально комфортным и технологичным. Поэтому сегодня речь пойдет не только о финансовых инструментах, а и про систему искусственного интеллекта. Наши спикеры будут рассказывать. Мы надеемся, что наше мероприятие станет площадкой для обмена опытом и знанием для экспертов из различных сфер, а общая работа позволит раскрыть весь экономический потенциал. Заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова в своем докладе подробно остановилась на инвестиционной привлекательности района, выделив ключевые факторы, способствующие развитию предпринимательства. Инвестиционная привлекательность является определяющим условием эффективного социально-экономического развития как для региона в целом, так и на уровне муниципального образования. Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики ведет к экономическому росту и повышению качества жизни населения. Поэтому создание максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса, инвестирования и повышения конкурентоспособности является одной из главных задач экономической политики района. Чем сегодня привлекательен Пашхабльский район? Прежде всего, это природные ресурсы, логистический потенциал, развитая коммунальная инфраструктура, трудовые ресурсы. Пашхабльский район – маленькая точка на карте Большой России и в сомочах Солнечной Адыгеи, граничащаясь с двумя районами Республики Адыгея, а также с тремя районами Краснодарского округа. Гидрография района представлена четырьмя ледниковыми реками, которые протекают на его территории. Район отличается выгодным географическим положением. Через район проходит железнодорожная ветка северно-кавказской железнодорожной дороги Армагир-Туапсе, на которой функционирует железнодорожная станция Олакашхабль и остановочный конкурс ВТИЧК. А также на расстоянии 8 километров находится станция Курваны и на расстоянии 50 километров станция Армагир. Расстояние до федеральной автотрассы Ростова-Баку около 45 километров, до аэропорта Краснодара – 180 километров, до Минворь – 280 километров, до Москового порта Новороссийск – 350 километров. Все это в совокупности является своеобразным логистическим преимуществом района. Коммунальная инфраструктура представлена системой водоснабжения и водоотведения в семи сельских поселениях. Система газоснабжения высокого и низкого давления и электроснабжения во всех населенных пунктах присутствует. Район активно участвует в различных программных мероприятиях, что позволяет развивать инфраструктуру и обеспечить необходимыми коммуникациями сформированные инвестплощадки. Мы готовы рассмотреть и сопровождать каждое предложение на любом этапе реализации проекта по принципу «Одного окна». На уровне района оказывается содействие инвесторам в решении административных вопросов на местах, включая взаимодействие с государственными структурами, снижение административных процедур и подбор инвестиционных площадок. Мы строим работу на принципах открытости, доступности и помогли информации для инвесторов. Создан и функционирует инвестиционный район на официальном сайте администрации, где находится вся актуальная информация для зайти в ссором на улице. Благоприятным инвестиционным фактором можно также считать возможность поставить природный газ по цене ниже на 10-15% рыночной от газодобывающего предприятия «Люшгазэнерджи», что позволит инвестору снизить затраты в ходе реализации проекта. Район состоит из 10 сельских поселений, 23 населенных пунктов, где проживают 30 319 человек, 54 национальности. Ключевую роль в развитии Кашкаврского района играет человеческий капитал. Трудовые ресурсы района составляют 16 500 человек, а число зайцев в экономике около 9 000 человек. Средняя заработная плата в районе составляет 43 458 рублей. Наличие соседних районов Краснодарского края, средне-специально-профессиональных учреждений, способствуют тому, что в районе имеются свои трудовые ресурсы, различные квалификации и специальности, а также имеется возможность привлечь кадры из соседних районов, где проживает более 250 000 человек. Это может покрыть потребность в рабочих и специализированных кадрах при реализации многих проектов на нашей территории. Пополнить следы квалифицированных кадров в будущем смогут и школьники района, которые в ближайшие годы смогут получить дополнительные знания и умения на базе кванториума, реконструкция которого ведется сегодня в районе на сумму 190 миллионов рублей. Все это станет дополнительным точком к повышению качества жраний будущих кадров. Одним из основных показателей качества инвестиционной политики в муниципальном образовании является объем инвестиций в основной капитал. Объем инвестиционных положений в основной капитал в целом по району за 2023 год составил 567 миллионов рублей. В том числе вне бюджетного сектора составил 267 миллионов рублей и бюджетные инвестиции составили 300 миллионов рублей. Бюджетные инвестиции носят программный характер и реализуются в основном как инфраструктурный проект. Это комплекс на развитие сельских территорий, нацпроекты, инициативное бюджетирование, направленное на улучшение качества жизни насилия. В первую очередь это пространство территорий газификации, водоснабжения, строительства, врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, объектов образования, спорта, домов, культуры, строительства и ремонт дорог. Все эти меры создают благоприятную среду для потенциальных инвесторов и являются дополнительным фактором для входа в конкретную территорию. Активно привлекаются средства за счет таких программ, как инициативное бюджетирование, которые представляют собой проекты по развитию общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. Благодаря этому бюджетным составам привлекаются средства предпринимательского сообщества и простых жителей района. По итогам 2023 года 8 поселений из 9 приняли участие в данной программе на сумму 18 миллионов. В текущем году в данном направлении участвуют все деятельские поселения на сумму 24 миллиона рублей. Значимая инвестиционная составляющая приходится также на долю таких крупных предприятий, как и Ушказ Энерджи и Мамбурга. Общая сумма инвестиций по этим двум предприятиям составили 89 миллионов рублей. В районе сегодня реализуются проекты, которые в скором будущем позволят создать множество рабочих мест. К примеру, сейчас находится на завершающем этапе проект по строительству маслоэкстракционного завода в поселке Дружба, стоимость 1 миллиард 300 миллионов рублей, где будут созданы 250 рабочих мест. Также на территории районного центра планируется строительство двухэтажного многоквартирного дома, общая площадь в 2000 квадратных метров, стоимостью 142 миллиона рублей, что тоже является значительным вкладом в районы инвестиционных партей. Сформированы еще два участка в селе Вольном и в Вауле Кашхаве для строительства многоэтажного дома, что открывает новые возможности для потенциальных инвесторов. Также районы впервые дадут старт начала реализации проекта в связи с туризмом индивидуальным предпринимателем, Кимишем, который выкупил в бывшее здание отеля в Казино-Бужевске для строительства костничного комплекса. На сегодняшний день сумма обложений составила 20 миллионов рублей. Для реализации данного проекта инициатору проекта предложена поддержка по госпрограмме развития туризма. Кашхаповский район имеет аграрную направленность, обеспечивает продовольственную безопасность как на уровне Республики Адегея и так в стране в целом. И во многом это обеспечивается за счет программ грантовой поддержки фермера. Наши аграрии из года в год активно участвуют в программах Минтехоза Республики Адегея направленных на поддержку начинающих фермеров, а также по программе Агростартап. В 23-м году общая сумма грантов в районе составила 50 миллионов рублей. Несмотря на то, что в районе успешно развиваются такие направления промышленного производства, как добыча природного газа, производство растительного масла, производство нерудных строительных материалов, сырной продукции в ассортименте, администрация района работает на привлечении новых инвесторов по таким направлениям, как сельскохозяйственное производство, переработка, промышленное производство. Для этого район обладает всеми необходимыми ресурсами. Это и земля, и климат, и логистика, а также свободные участки, трудовые ресурсы и коммуникации. На сегодняшний день сформировано 17 инвестиционных привлекательных площадок, на базе которых можно создавать новые производства и успешно развивать бизнес в Башхавовском районе. В ходе форума обсуждались различные аспекты развития бизнеса, включая возможности, которые предоставляет Сбербанк. Хотела начать именно с того, что сказать Сбербанк, у нас сейчас не просто банк, мы предоставляем не только финансовые сервисы, но и не финансовые. Что входит в не финансовые сервисы? У нас на сегодняшний момент в группе компаний Сбербанк уже более 50 юрлиц, которые создают услуги и сервисы именно для бизнеса, для развития бизнеса. Начиная от создания бизнеса, заканчивая всеми умными устройствами и использования в том числе искусственного интеллекта для более подробного прогноза, аналитики, мониторинга, контроля и в целом качества бизнеса, который вы строите. Но сегодня я хочу сделать акцент именно на искусственный интеллект. На сегодняшний момент мы внедрили искусственный интеллект, это наши ассистенты, виртуальные ассистенты, это именно кредит за 7 минут вообще первый продукт, куда внедрился искусственный интеллект. Он использовался именно для малого бизнеса. Но это для клиентов, которые уже с нами в партнерских отношениях, являются нашим клиентом, мы автоматически можем провести скоринг и уже за 7 минут его вам одобрить. Если ранее потребовалось на это больше времени и больше рук, ну, сотрудников, то на сегодняшний момент мы уже привели к тому, что мы сократили срок ожидания, сократили время вообще зачисления всех средств и все процессы у нас используются в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну и, соответственно, хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас встраивается кардинально и меняются все сферы деятельности, как бизнеса, так и для региона. И куда идет цифровая трансформация с использованием искусственного интеллекта, вы увидите на слайде, начиная там от промышленности, сельского хозяйства, что очень будет актуально для района Минакашихабльского. Чуть дальше сделаю акцент конкретно, какие у нас уже были реализованы проекты. И все данные сервисы мы внедряем, в том числе, в бизнес. Обсуждение продолжилось темой внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы, что является актуальным трендом в современном мире. Участники форума получили возможность ознакомиться с новыми технологиями и методами, которые могут повысить эффективность их работы. После небольшого перерыва состоялось обсуждение мер государственной поддержки для бизнеса, о которых рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Артур Чич. Есть ряд региональных органов исполнительной власти, через которые проходят эти меры государственной поддержки. Наш учредитель Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея у нас предоставляет ряд грантовых, в том числе, мер поддержки. Это наши молодые предприниматели, это лица до 25 лет. И также наши социальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в первую очередь руководствуясь не монетизацией какой-либо, а именно социально направленной деятельности, в том числе для отдельных категорий граждан, ограниченных по здоровью, либо по каким-то другим направлениям развития детского творчества, сохранения каких-то культурных наследий, они, эти социальные предприниматели, конечно же, мы понимаем, что в первую главу угла ставят именно социальную нагрузку, а не извлечение прибыли. Что касается мер поддержки по линии Комитета по курортам и туризму Республики Адыгея, я сегодня был крайне приятно удивлен, что на территории Кашкабульского района уже реализован один объект в рамках государственной поддержки, развития туризма, где уже функционирует такой классный, креативный, современный такой туристический объект в виде объектов некапитального строения, где в формате семейного отдыха люди также соседних регионов, соседних муниципальных образований Краснодарского края и жители Республики могут приехать семьями и классно, креативно отдохнуть и провести время. Также у нас по линии Министерства сельского хозяйства реализуется ряд мер поддержки по предоставлению грантов именно нашим аграриям. Опять-таки, предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства Кашкабульского района наиболее активно вовлечены в эти процессы. В текущем году, в 2024 году, комиссия рассмотрела и одобрила 54 проекта именно в рамках агро-стартапов и большое количество предпринимателей Кашкабульского района заявились в нем и получили возможность привлечь вот эти вот инвестиции, вот эти гранты на реализацию своих собственных проектов. И что не может не вызывать гордости, мы диверсифицируем виды, в том числе и сельскохозяйственной деятельности. Есть и совсем недавно, только пропашные культуры у нас там были на слуху. Сейчас у нас именно многолетние культурные такие пустарниковые насаждения, как это Голубика, Ежевика, и в этой части у Кашкабульского района ряд предпринимателей уже вот активно и довольно-таки успешно реализуют эти проекты. И тут хотел бы вернуться еще, наверное, озвучу наше взаимодействие с Министерством труда и социального развития Республики Адыгея. Это всем известные наши социальные контракты, которые дают возможность физическому лицу, попавшему в ту или иную жизненную ситуацию, открыть собственное дело, уйти из формата наемных работников и реализовать свой собственный проект. На эти цели государство выделяет до 350 тысяч рублей на открытие, на становление, на какие-то первые шаги именно в развитии собственного бизнеса. Теперь перейдем к тем нефинансовым мерам господдержки, которые оказывает, собственно, Центр Мой Бизнес. Нефинансовые, они в первую очередь для предпринимателей, для получателей этой поддержки, а для нас, для Центра Мой Бизнеса, это, конечно же, эти услуги платные. То есть со снижением финансовой нагрузки мы даем возможность предпринимателю подобрать для него наиболее подходящий инструмент господдержки на том или ином этапе его развития. В завершении мероприятия спикер Тамара Браки представила программу кредитования для малого бизнеса. Виды кредитования мы разделяем, исходя из потребностей клиента, на краткосрочные кредиты и долгосрочные. Краткосрочные кредиты – это, как правило, оборотные кредиты со сроком на 36 месяцев. Сумма кредита минимальна от 100 тысяч рублей и максимальная сумма зависит от финансового состояния заемщика. Обеспечение, что является хорошим бонусом по оборотным кредитам в Сбербанке, это то, что если по кредитному потенциалу мы посчитаем клиента, то есть возможность кредитовать клиента без залогового обеспечения до 10 миллионов рублей. Это хороший бонус для многих клиентов, потому что об этом многие не знают. То есть, когда начинаются вопросы о финансировании, зачастую сталкиваемся с вопросом, что не хватает залоговой базы, скажем так. Поэтому для того, чтобы понять, можно на такой бонус рассчитывать или нет, просто достаточно за 2 минуты заполнить анкету и получить данное предложение. И действительно, можно без залога абсолютно кредитоваться на 10 миллионов. Это большой плюс Сбербанка, потому что немногие банки кредитуют без обеспечения. Следующий вид краткосрочного кредита является Авердрафт, который является возобновляемым кредитом на короткий строк с траншем до 90 дней. Он также предоставляется до 36 месяцев. Максимальную сумму кредита можно получить до 34 миллионов рублей. Подходит клиентам для оплаты срочных платежей, без залога, что очень удобно. Ну и самый любимый продукт, такая палочка-вручалочка, скажем так, для многих клиентов, это кредитная карта. Ну, принцип работы кредитной карты сильно долго не буду останавливаться. Хорошая новость в том, что в этом году увеличен срок годного периода с 90 до 120 дней. То есть это целых 4 месяца можно воспользоваться абсолютно бесплатно деньгами банка для того, чтобы решить какие-то свои текущие вопросы, скажем так. Кроме того, это тоже такой удобный, бесплатный инструмент для того, чтобы поддерживать свой кредитный рейтинг на достаточно хорошем уровне. Следующий вид кредитов – это инвестиционные кредиты, наиболее как бы актуальные в рамках нашей конференции сегодня, это вот как раз-таки для приобретения коммерческой недвижимости, для строительства, либо реконструкции инвектов, которые были представлены ранее. Значит, инвестиционный кредит у нас предоставляется до 180 месяцев. Вот именно инвестиционный кредит, он без доли собственного участия, то есть даже можно без первоначального взноса какого-либо. Можно рассмотреть суммы также от 100 тысяч рублей и опять-таки максимальная сумма кредита зависит от финансового состояния заемщика. В обеспечении предлагается здесь залог приобретаемого объекта недвижимости, либо иной залог, либо залог третьих лиц. Кроме этого, есть вид инвестиционного кредита, это кредит на проект, удобство. Здесь в том, что на период, допустим, если строительный кредит, то есть возможность на период инвестиционной фазы предоставить клиенту отсрочку по основному долгу, что очень удобно для многих клиентов, которые на активной фазе строительства, скажем так. Также с прошлого года у нас хорошая новость для индивидуальных предпринимателей. Есть возможность оформить ипотеку для личных целей. То есть можно приобрести квартиру индивидуальному предпринимателю, исходя из его доходов, именно от предпринимательской длительности. Ранее такого не было. Все данные продукты можно оформить рассчитав кредитный потенциал. Каждому клиенту расчет потенциала доступен в личном кабинете. Рассчитывается реально за 2 минуты, заполняется небольшая анкета, просто прошагивается далее. И после расчета в 2-3 минуты там определяется перечень кредитных продуктов, которые доступны клиенту. Хочу поговорить еще о мерах поддержки от государства, которые мы применяем с нашими клиентами, для того, чтобы получить более дешевые ресурсы, скажем так, на реализацию своих проектов. Льготная программа – это программа МЭР, значит, ну, согласно постановлению 1764, по списку клиентов, которые туда подходят. Значит, эту программу нужно использовать как на обороты, так и на инвестиционные цели. Ну, данные процентные ставки у нас указаны с учетом еще неизведенной ключевой ставки. Соответственно, ну, как бы, по факту роста ключевой ставки проценты, конечно, чуть будут меняться. Вот сумма кредита у нас начинается от 500 тысяч рублей, ну, на инвестиционные цели не более 120 месяцев, на обороты не более 36 месяцев. Далее программа МСК. Это вот для клиентов сельского хозяйства. Здесь точно так же можно, так же на обороты и на инвестиционные цели. А на сегодняшний день, согласно ключевой ставке, которая действует для оборотных целей, 6,8% на ставку рассчитывается, на инвестиционные цели 10%, не более. На оборотные цели у нас на один год и на инвестиционные до 15 лет, до 180 месяцев соответственно. Кроме того, у нас есть промышленная импотека. Это еще с прошлого года у нас есть этот кредитный продукт. Лимиты бывают по-разному, но, тем не менее, есть такой продукт, который также можно использовать на приобретение строительства коммерческих объектов недвижимости. Форум завершился на позитивной ноте. Участники смогли обменяться мнениями и наладить полезные контакты, что, безусловно, будет способствовать развитию бизнеса в районе.